Всем привет, с вами Прыгун и это игра Джеймини Ру. В прошлой серии мы с вами связались с Мэтьюсом Гордом, который не пришел с нами на встречу. И выяснили, что он нам назначил встречу в каком-то отеле вроде бы. И потом игра нас перенесла в непонятное место. И, честно говоря, я не совсем понимаю, кто вот это вот такой. То ли это мы, то ли это какой-то параллельная линия сюжета какая-то идет. Может быть, это кто-то. Может быть, это есть Мэтьюс Горд. Давайте посмотрим, разберемся. Мы здесь очнулись, с нами говорил какой-то голос через громкоговоритель. У нас есть карта. Так, ну что, давайте пойдем в дверь тогда. Ничего, дверь заперта. Ну и это, соответственно, тоже. Так. Да. Отлично, ДТ-6. Я рад, что ты снова функционируешь. Вернемся к обучению, которое ты так несмотрительно ответил. Ну, давай дальше. Другие инструкторы волновались, что вместе с памятью мы стерли тебе и когнитивные функции. Такое иногда бывает. Поэтому они хотели, чтобы ты прошел еще простые тесты на логику. Но тесты на логику – это такая скука, а ты с виду вполне нормален. Разве не так, ДТ-6? Буду считать это согласием. Так что приступим к интересной части обучения. Прежде чем ты предпринял неудачную попытку побега, мы обучали тебя владению пистолетом. Посмотрим, не забыл ли ты, как с ним обращаться. Ну, давай. Иди же, возьми себе новую игрушку. Давай попробуем пистолет. Возьмем. Ты помнишь, как это делается? С пистолетом мы завсегда. О, приятно видеть, что ты не забыл основ. Добро пожаловать на стрельбище. Как ты без сомнения помнишь, укрытие так же важно, как и прицеливание. Сейчас ты находишься в укрытии. Тебе доступны две позиции – в укрытии и вне укрытия. Стрелять можно только высунувшись из укрытия. Чтобы менять позиции, нажимай клавиши А и Д. Отлично. Отлично. Высуниться из-за прикрытия. Чтобы стрелять, нажимай пробег. Хорошо. Как видишь, в поле патроны кончаются довольно быстро. Чтобы перезарядить оружие, нажми «Н». Учти, что делать это можно только спрятавшись в укрытии. В настоящем бою ты менял бы у пистолета магазин. Сейчас же тебе достаточно нажать на маленький рычажок на бобу пистолета. Итак, перезарядимся. Я не понимаю, я вообще попадаю по нему или нет. Ты, возможно, заметил, что при стрельбе на вскидку попадания в цель, хоть и случаются, носят нерегулярный характер. Если хочешь действовать по принципу «один выстрел, один труп», перед выстрелом надо сосредоточиться. Нажми «Контрол», чтобы глубоко вдохнуть. Когда ты задерживаешь дыхание, следи за зеленой зоной. Она мигает, когда ты готов к меткому выстрелу. Стреляя, когда указатель зайдет в этот диапазон, ты гарантированно уничтожишь цель. Но такая возможность очень кратковременна, так что пользуйся ей с умом. Попробуй метко выстрелить в цель. Очень хорошо, но в бою твои враги не будут стоять неподвижно. Они тоже будут прятаться в укрытие и выглядывать из него. Попробуй попасть в голову прячущейся и появляющейся мишени. Отлично! Очень хорошо ты это шесть. На сегодня это все. Чтобы изменить сложность боя, войдите в меню, выберите параметры и щелкните пункт «Бой». Положи, пожалуйста, пистолет обратно на подставку. Забирайте. Отлично! Полагаю, ты уже не помнишь, зачем ты здесь. В этом учреждении вы учитесь быть законопослушными гражданами. Выполняя приказы, ты сможешь покинуть наше учреждение и вернуться к нормальной жизни. Ты видишь талон, который вылез из стены. Такие талоны рассчитаны на три приема пищи. Их можно использовать в столовой, вставив в автомат. Иди и возьми талон. О своей идее здоровья ты должен заботиться сам. Угу. То есть мы тут еще будем и голод испытывать? Кстати, Дельта-6, пожалуйста, не пытайся больше бежать. Стирать твою память нам так же неприятно, как и тебе. У нас тут очень напряженный график. И очень мало времени на то, чтобы корректировать тебя и всех твоих друзей. Ради всего святого, не говори мне, что я должен все повторять. Я понятно и изъясняюсь? Да. Отлично, Дельта-6. Теперь, пожалуйста, выйди из зала тестирования. Так, а что дальше? Поиск неавторизованного тестового оборудования. Блин, что она хотела сказать? Ага. Это мы в каком-то учебном центре. Здесь комната 2. Холодная на ощупь. Не думаю, что она так открывается. На мои руки никакой реакции. Наверное, реагирует на что-то другое. А может быть, реагирует на талон? Не могу использовать эти предметы вместе. Ну, ладно. А если пнуть? Не думаю, что она так открывается. Ну, понятно. Тоже синяя дверь. Холодная на ощупь. Так. Дверь. Что у нас тут? Дверь закрыта. Я не могу ее открыть. Знак гласит, что это служебный вход. Пациентам вход запрещен. Так, а тут? Синяя дверь, наверное, ведет в другую группу залов тестирования. Камера слежения. Кто-то смотрит на меня. А если попробовать поговорить? Эй, тот кто-нибудь есть? Нету. Давай осматриваться. Дверь. Металлическая дверь. Думаю, она открывается автоматически. Да, так оно и есть. Эй, ты! Иди сюда, под камеру. Да-да. Ты знаешь, кто я? Нет. Нет. Отлично. У тебя в рукаве есть кое-что, что принадлежит мне. Что ты? Эй! Всего хорошего, Чарли. Что она нам сделала? Чарли? Она забрала у меня ту бумажку, на которой были каракули. Она что, забрала наш талон на еду? А нет. Карту. Красная дверь, синяя дверь. Красная дверь, наверное, ведет в другую группу залов тестирования. Пойдемте за ней. Желтая дверь, синяя, зеленая. Дверь лифта, кнопки, ящик. Что у нас в ящике? Какая странная штука тут валяется. Подойдем-ка мы его пнем. Может из него чего-нибудь вывалится. Я не знаю, что сейчас с этим делать. Дверь закрыта, я не могу ее открыть. Ну что, давай тогда вызываем лифт. Так, и мы на пятом этаже. Ошибка, цепь разорвана. Повторите попытку позднее. И мы с вами на пятом этаже, да? Может мне стоит попробовать другой? Давай попробуем. Ага, сработало. Ах, кто опять забыл включить отражающий щит? Кто это? Да-да, ты на пятом уровне. О, да это шесть никак. Это снова я, директор. Если ты окажешь мне услугу и выяснишь, почему на этом уровне перестали работать лифты, это будет здорово. Ты можешь это сделать? Пожалуйста. Ну мы попробуем. Я только ногу пораню. Смотреть наверняка ведет в лифт. Ну, очевидно. Так, может быть это дверь. Дверь с табличкой. Знак гласит, что это служебный вход. Пациентам вход запрещен. Давай еще раз ящик посмотрим, какая странная штука тут валяется. Ага, что-то взяли. Э-э-э, дельта шесть. Что это ты делаешь? Ты же не хочешь сказать, что забыл, как двигать ящики? Ладно. Вспомнить это будет нетрудно. Чтобы двигать ящик влево, нажимай А. Чтобы двигать вправо, нажимай Д. Чтобы залезть на него, В. А чтобы слезть с ящика или отойти от него, С. Угу. Так. Что нам, собственно, это дало? Провод. Давай-ка мы его еще подвинем. Есть. Есть контакт. Спасибо, дельта шесть. Я замолвлю за тебя словечко другим инструкторам. Ага. Так, мы с вами на пятом этаже. Сектор техобслуживания. Жилой сектор, тренажерный зал, столовая, зал тестирования. Что, пойдемте, может быть, в жилой сектор тогда сходим? Находиться в жилой зоне в данное время запрещено. Пожалуйста, проследуйте в столовую для приема пищи. Ага, вот оно что. Ну ладно. Пойдемте чего-нибудь перекусим тогда. Ни фига себе. Спасибо за талон, приятель. Погоди-ка. Это дельта шесть. Наверное, ему стерли память. Пойдем отсюда, быстро. Это они меня стукнули, что ли? Да ни фига себе. Парень, ну че ж ты такой слабак-то? Они, наверное, одолеют меня, если я погонюсь за ними. Ну, кто тебя знает. Так, а здесь? Здесь, здесь, здесь. Здесь у нас согласится, что служебный вход. Ну ладно, пойдем пока сюда. Пошли. Столовая, столовая. Так, люди, урна для мусора. Кто тут у вас главный в столовой на раздаче? Девушка. Поговорим с девушкой. Ладно, присаживаемся тогда. Так. Ты это сделал? Что именно? Ты выяснил, где мы? Карта. Что? Ты не помнишь, да? Я... Я не знаю. Меня зовут Эпсилон Пять. Тебя зовут Чарли. Почему ты так меня называешь? Ты выбрал это имя. Я называла тебя так с тех пор, как ты впервые спас меня. Ты сказал, что хочешь повторно стереть память. Они это делают с теми, кто пытается бежать. Что? Ты сказал это для того, чтобы закончить карту и выяснить, где мы находимся. Почему? Потому что мы должны выбраться отсюда. Пока директор не... Я знаю, что ты ничего не помнишь. Но ты должен поверить мне. Ты заботился обо мне, когда я попала сюда. А теперь моя очередь позаботиться о тебе. Пожалуйста, попытайся вспомнить. Я не... Прости. Вот. Доешь мою еду. Я встречу тебя завтра возле зала тестирования. Мы... Мы обычно вместе возвращаемся. Хорошо? Ладно. Помни. Что бы ты ни делал, не сдавай последний экзамен. Ни в коем случае. Угу. Что это за последний экзамен такой? Я съел все, что мог. Так, а это что такое? Автомат для выдачи еды. Если мы к нему подойдем, то он с нас потребует талон, да? Пожалуйста, ставьте талон на еду, чтобы получить питание. У нас нету талона. Так, что из вас, может быть, кто-нибудь чего-нибудь скажет? Привет. Лишь злые оскалами и взгляды, требовавшие проваливать, были мне ответом. М-да. Привет. То же самое. Вы что, тут все как зомби, что ли? Привет. Запрограммированные. Только пустые глаза, недружелюбно косящиеся на меня. Да они в натуре зазомбированы. Привет. Все, что я увидел, бессмысленные взгляды и ничего не выражающие лица. Еще один раз попробуем. В ответ только напряженные взгляды и озадаченными выражения лиц. Да, перевод, конечно, тоже оставляет желать лучшего. Тут полно бесполезных остатков. Ладно, пошли отсюда. Что-то как-то сюжет... Да, сюжет здесь заворачивается интересный. Ничего не понятно. Сектор техобслуживания... Давайте попробуем сектор техобслуживания. Сходить. Может, чего-нибудь там-то найдем. Тоже служебные входы, все. Так, ладно, пошли обратно. Давай посмотрим, что здесь. Давайте сразу сверху зал тестирования. Ну, или мы там были, в принципе. Я думаю, что там тоже сейчас темно. Не позавидуешь нашему бюрою. Так, ну тут вот эти вот двери, да. Ладно, пойдемте в зону, в жилую зону. Не будем пока маски парить. Может быть, нас там как раз и ждет очередной ключ к разгадке. Находиться в зоне отдыха в данное время запрещено. Пожалуйста, проследуйте в жилую зону, в которой вы приписаны. Извините, извините. Не туда нажал. Жилой сектор. Чтобы знать, к какому мы там жилому сектору приписаны. В какой комнате. Так, мы можем идти направо, мы можем идти налево. Пойдемте направо. Дверь закрыта, я не могу ее открыть. Используй сканер, чтобы пройти процедуру проверки личностей. А, вот сканер. На мои руки никакой реакции, наверное, реагирует на что-то другое. На что он может реагировать? Так, а что если здесь? Может быть, мы как раз на левой стороне живем. На мои руки никакой реакции, наверное, реагирует на что-то другое. Да что за подстава-то такая? На что он может реагировать? Откройся. Похоже, не вышло. Так, может он действительно реагирует на голос? Эй, ты откроешь? Нет. Нет причины его пинать. Ничего не происходит. Я, наверное, не смогу открыть эту дверь. Так, ну а эту? То есть он на сетчатку глаза, что ли, реагирует? Тоже сканер. А кто мы? Мы, по-моему, Б6? Наверное, он управляет силовым полем. Или Т6. Все правильно. Конец дня, 11. У вас осталось три теста до последнего экзамена и выпуска. Доброй ночи. Консоль. Я нажимаю единственную кнопку, которая выглядит работающей. Ну так нажимаю. Процессы в данный момент отключены. Раковина. Давай умоемся тогда. Я помыл руки. Ну и, соответственно, сейчас тебе это не нужно. Понятно. Ложимся спать. Под моей кроватью что-то есть. Так, а мы можем ее двигать? Нет? Это записка. Она гласит. Дельта 6. Никому не верь. Вот так. Ну что, я предлагаю на этом, наверное, закончить нашу серию вторую. Потому что мы переключились на первого нашего персонажа. А ты еще говорил, что долго ждал. Мэтьюс. Мэтьюс. Ну ладно, давайте. За тобой точно никто не следил? Вот всегда ты так попадаешься. Послушаем, о чем они. Ты и один. Азраил, ты... Прости меня. Слушай, я пытался тебе позвонить, но ты был в гиперпространстве. Когда ты сюда попал, было уже поздно. Они его схватили? Бареку до наследили его два дня назад. Они взяли его, пока я вывозил свою семью на колонию 4. Почему-то я знал, что это случится. Вот почему я дал ему следящее устройство. Ты что? Я дал ему капсулу, прежде чем они его нашли. Я проследил за ним до корабля, покидавшего планету. Я бы последовал за ним. Но ты же знаешь, какие сейчас правила полетов. Куда угодно не полетишь. Так он жив. Куда они его отослали? Я не знаю. В том-то и беда. Корабль идет прямиком в открытый космос. Неизведанную зону. Мне нужно перенастроить координаты, а потом... Назад! Вперед! Ну что, попробуем стрелять. Вперед! Что-то я не понимаю, мы по нему попадаем или нет? Так, сейчас, сейчас, сейчас. По-моему, я по нему не попадаю. Блин. Готов. Твою дивизию! Загрузка автосохранения. Блин, немножко туповатая здесь боевка. Ну, прячься. То, что ты не с первого раза прячешься-то. Блин. Ну, я не понимаю. В чем моя ошибка? Попал, по-моему. Попал. Не прицеливайся, оно даже как-то и лучше получается у меня почему-то. Ай, подранил меня. Давай. Вылезай. Готов. Готов. Ладно, спрячемся пока, перезарядим. Пистолет. Давай-давай, влезай. Еще разок. Блин. Что за невезуха? Давай. Да не могу по нему попасть и все. Мимо. 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 Попал, еще два раза, попал, еще разок, ну давай, есть. Есть, попадание, перезарядимся, ну давай, 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 нету, мимо, по крайней мере и по нам еще не попали. Надо подгадать тот момент, когда он вылезает, есть, еще последний раз осталось, давай, ну еще разок и все, мимо. Черт, в плечо попал мне, мимо. Есть, знай наших. Кейн, где ты? В чем дело? Мне нужно немедленно эвакуироваться из Питтбурга, ввожу свое нынешнее местоположение. Как скоро ты сможешь появиться? Понял, буду примерно через пять минут. Ближайшая доступная площадка для посадки на крыше гибиспуса, выбран с тобой? Азраил? Нет. Понял. Скоро буду на месте, конец связи. Так, что нам... Ну как ты, держишься? Знаешь, а может нам лучше для начала отсюда выбраться? Давайте сюда спрячемся. Если я пойду, меня подстрелят. Почему-то туда выглядывать не хочешь. Так, ладно, давайте мы тогда с вами продолжим в следующей серии выбираться из этой конители. Вот, а на сегодня пока закончим. Я думаю, нам хватит в этой серии приключений. Поэтому всего хорошего. Спасибо за внимание и за просмотр. Пока!